Веганство это самый строгий вариант вегетарианства. В этом случае использование животных продуктов жестоко запрещено. Здесь имеется ввиду не только мясо и рыба, но также молочное, яйца, мед и так далее. Исключение делается только для грудного молока в младенческом возрасте. Но это еще не все. Веганы пошли дальше, чем обычные вегетарианцы. Они не применяют мех, кожу, шелк, так как эти вещи также имеют животное происхождение. Кроме того, они не приемлют использование животных для развлечений, зоопарки и цирки. Немного истории. До появления веганства было известно вегетарианство. Люди, которые им исследовали, придерживались растительного рациона. Но они также использовали молочные продукты, яйца и мед. Изредка позволяли себе съесть очень немного мяса или рыбы для восполнения необходимых веществ в организме. Затем возникла более строгая форма пищевого ограничения, которое стало называться веганством. В России вегетарианское движение зародилось давно, еще в середине 19 века. Оно просуществовало до революции, а затем практически сошло на нет. Распространению вегетарианства в дореволюционный период в большой степени способствовал Лев Толстой. Благодаря своей широкой известности, он оказал воздействие не только на людей в России, но и во всем мире. В 50-е годы прошлого века в западном обществе появился интерес к веганству. Оно стало быстро распространяться в Западной Европе и США. В настоящее время в Лондоне, в Нью-Йорке и других мегаполисах существуют даже заведения общественного питания для веганов, кафе, рестораны, пекарни и прочее. Почему люди практикуют веганство? Во-первых, они считают, что такой рацион улучшает здоровье. С этим, конечно же, можно поспорить. Второй причиной является милосердие. По мнению веганов, следование их принципам питания уменьшает страдания живых существ, которые в наше время имеют место в промышленном разведении скота. Веганы полностью отказываются от молока и молочных продуктов. Животные, которых разводят для получения мяса и молока, всю жизнь содержатся в неволе. Как только корова начинает давать меньше молока, обычно это происходит в возрасте 6 лет, ее убивают на мясо, также убивают на мясо телят. Все это противоречит нравственным убеждениям веганов. Веганы исключают из своего питания яйца, потому что курица содержится в неволе, в тесных клетках. Цыплят мальчиков умерщвляют в камере, наполненной углекислым газом. По тем же эстетическим причинам, они не используют мех и кожу. Они категорически против того, чтобы животных содержали в зверофермах в тяжелых условиях и впоследствии забивали для получения меха и кожи. Распространение веганства в мире. Популярность этого движения на Западе довольно высока. Больше всего веганов проживает в США, затем идут Израиль, Италия, Великобритания и Германия. В России веганство пока что редкое явление, статистика здесь отсутствует. Можно сказать лишь одно, в России людей, практикующих веганство, гораздо меньше, чем тех, кто привержен вегетарианству. Влияние веганства на здоровье. Некоторые исследователи считают, что веганская диета является полноценной и здоровой, и подходит большинству людей. Но существуют и другие мнения, особенно это касается витамина В12. Домой есть неопровержимые доказательства. Этот витамин в растениях полностью отсутствует. Он вырабатывается только микроорганизмами, живущими в нижних отделах кишечника животных. Утверждения веганов о том, что некоторые виды растительной пищи содержат витамин В12, не подтвердились исследованиями. Этот витамин можно обнаружить только в продуктах животного происхождения. Однако он очень важен для нашей жизнедеятельности. Если исключить пищу, в которой он содержится, это может привести к серьезным последствиям. Это подтверждено многолетними исследованиями. Веганский рацион питания, лишенный витамина В12, может вызвать анемию и привести к нарушениям нервной системы. Как правило, симптомы дефицита витамина В12 проявляются через 5 лет. У некоторых людей они могут появиться уже через год. Поэтому веганам рекомендуется обязательно употреблять пищу, содержащую этот витамин. Или заменять его таблетками и пищевыми добавками, которые его включают. Иначе у них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Также известны неоспоримые факты, которые свидетельствуют о пользе веганства. Среди которых и то, что веганы действительно имеют чистую кожу. Ничего уж тут не поделаешь. Что правда, то правда. При этом они не прикладывают особых усилий и не проводят специальных процедур, чтобы их кожа выглядела таким образом. Эффект достигается только за счет питания. У веганов хорошее пищеварение, так как в их рационе присутствует большое количество клетчатки. Фрукты, овощи и отдельные виды злаков насыщены ею. Поэтому процесс пищеварения не растянут во времени, как у людей, придерживающихся обычной диеты. Только представьте, что даже курица в одном только желудке может оставаться около 12 часов. А там еще предстоит пройти через метры тонкого и толстого кишечников. Что совсем не удивительно, что пищеварение занимает действительно много времени и оказывает большую нагрузку на все внутренние органы и выделительную систему. Веганы имеют более крепкую нервную систему и, как следствие, более средствоустойчивы. Можно в целом отметить, что эти люди более уравновешены и поэтому приятны в общении при условии, что человек не ведет миссионерскую работу, пытаясь каждого встречного обратить в свою новую веру – веганство. Критические мнения о веганстве. Ряд экспертов полагает, что веганы в своих воззрениях порой доходят до абсурда. Например, они скорее разрешат малярийному комару летать в доме, нежели уничтожат его. В России основными видами потребляемых овощей являются картофель, морковь, капуста, лук и свекла. Этого ассортимента явно недостаточно, чтобы обеспечить полноценный набор витаминов и микроэлементов, необходимых организму. Иногда родители веганы используют веганский рацион также для питания своих детей, доводя их до крайнего истощения, после чего они попадают в больницу. Есть свидетельства бывших веганов, которые прежде практиковали строгое веганство, но потом отказались от него ввиду негативных последствий для здоровья. Друзья, а что вы думаете по поводу веганства? Полезно ли оно для здоровья? Или наоборот, очень вредно? Напишите в комментариях. А также спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока-пока.